Перед Рене Марсден открывался волнующий период жизни. Она училась на парикмахера, мечтая когда-нибудь открыть свой салон красоты. Готовилась отметить свой 21 день рождения и собиралась переехать в новую квартиру. Девушка была без ума от своего бойфренда и с нетерпением ждала предстоящей свадьбы. Рене думала, что повстречала мужчину мечты. Она рассказала родным, что его зовут Брейден, ему 24 года и у него отличная работа. Вот только на самом деле она его никогда не встречала и историю ее жизни писал кто-то другой. Историю с печальным концом, в которой лжеца, управлявшего Ренеей всей ее семьей как марионетками, все же выведут на чистую воду. Вот только поможет ли это добиться справедливости для всех жертв жестокого обмана? Рене родилась 15 октября 1992 года в Сиднее, Австралии в семье Терезы и Джейми Диз. Вскоре родители девочки расстались и Тереза вышла замуж за Марка Марсдена, ставшего единственным отцом, которого Рене знала. Она росла доброй, жизнерадостной и общительной девочкой, очень любившей своих родителей и младших братьев и сестру. Предвкушая приближение 21 дня рождения, девушка стала заговаривать о том, чтобы переехать из родительского дома и поселиться с двоюродной сестрой Стефани. В целом, это было очень волнующее время для Рене. Она с нетерпением ждала, когда отметит праздник с семьей и друзьями. Единственное, что омрачало ее счастье, это то, что одного важного для нее человека на нем не будет – ее парня Брейдена Спайтири. Хотя они встречались с конца 2011 года и собирались пожениться после того, как девушке исполнится 21 год, Брейден не мог поздравить любимую с праздником лично, потому что отбывал срок в тюрьме из-за аварии на дороге, которая привела к гибели его самого близкого друга. Зимой 2011 года Рене впервые поделилась с матерью тем, что ее лучшая подруга Камила Зейден познакомила ее с молодым человеком, в которого она влюбилась – Брейденом Спайтири. Она рассказала, что парню 24 года, он посещал престижную школу и работал в строительной компании, принадлежащей его семье, до того, как оказался в тюрьме. Фотография, на которой Брейден изображен с Камилой, демонстрирует привлекательного молодого человека, немного брутальной внешности, с приятной улыбкой. Рене объяснила Терезе, что они общаются в основном в Фейсбуке. Девушка не могла навестить бойфренда, потому что он отказался от полагающихся ему визитов в обмен на более короткий срок заключения. И они не разговаривают по телефону, потому что никто не должен знать, что он у него есть. Зато они вполне могли переписываться, что и делали постоянно. Роман закрутился довольно быстро, и в конце 2011 года Брейден связался с матерью Рене, чтобы заверить серьезности своих намерений в отношении ее дочери. Но отношения пары не обходились без подводных камней. Рене боялась лишний раз встретиться с друзьями, чтобы не вызвать приступ ревности парня. Он требовал, чтобы она одевалась скромнее, и забрасывал Рене и Камилу сообщениями с предупреждением о том, что Рене лучше бы ему не изменять. Его особенно раздражало то, что девушка продолжает общаться со своим бывшим парнем Ангусом. Дошло до того, что когда мама Рене лайкнула пост Ангуса в Фейсбуке, Брейден, человек, находящийся в тюрьме за убийство, встречавшийся с ее дочерью всего 4 месяца, отправил матери Рене оскорбительное сообщение, заявив, что она некудочная мать, если лайкает посты бывших парней ее дочери. Тереза посчитала поведение молодого человека грубым и высокомерным, но решила не заострять на этом внимание, чтобы не накалять отношения с дочерью. И все же через некоторое время Терезе надоели виртуальные отношения пары, и она написала парню, что ему не стоит морочить голову девушки, если он не может находиться рядом с ней. Как ни странно, Брейден согласился, но с условием, что когда он выйдет из тюрьмы, Рене вернется к нему. Тем не менее, это дало возможность девушке окунуться в реальную жизнь, и она стала встречаться с мужчиной с работой, Иеном. Вот только Брейден недолго держал свое обещание, он узнал о сопернике и в своей привычной манере принялся угрожать Иену. В январе 2013 года Рене и Иен обручились, но всего через два месяца мужчина поставил невесте ультиматум. Остаться с ним и перестать общаться с Брейденом или продолжать переписываться с бывшим парнем. В защиту Иена стоит отметить, что он долго терпел угрозы и оскорбления со стороны Брейдена, которые получал сам и которые приходили его невесте, поэтому был вынужден пойти на такой шаг. Рене, очевидно все еще оставаясь под влиянием плохого парня, выбрала Брейдена. Рене и Брейден не переставали общаться до июля 2013 года, когда молодой человек сообщил девушке, что начинается рассмотрение его дела и он не сможет пользоваться телефоном. Камила уехала в США на отдых и тоже не могла болтать с подругой, и Рене осталась предоставлена по большому счету сама себе. Она постоянно жаловалась коллегам, как ей тяжело без переписки с бойфрендом. 5 августа 2013 года Рене была вне себя от нетерпения, желая наконец услышать решение по его делу. Но после месяца молчания Брейден неожиданно огорошил ее словами. «Думаю, мне нужен перерыв, да и тебе тоже». Это был страшный удар для девушки. Она провела весь обеденный перерыв рыдая, сказав менеджеру, что уйдет пораньше и объяснив коллегам ситуацию, с которой они и так были прекрасно знакомы, она поехала домой. Когда дочь раньше времени вернулась с работы, Тереза сразу поняла, что что-то не так. Но девушка заверила мать, что все нормально и поднялась в свою комнату. Рене занялась своими обычными делами, сняла макияж, переоделась и написала Брейдену. Еще она позвонила в тюрьму, где он отбывал срок. Внезапно Тереза получила от Брейдена сообщение. «Разберись со своей дочерью, угрожает что-то с собой сделать». Тереза с недоумением спросила его, зачем молодой девушке так поступать. Брейден в своей обычной манере ответил «Тебе лучше знать». Тереза поднялась в комнату дочери и спросила Рене, стоит ли ей волноваться. Но та заверила мать, что все в порядке и с Брейденом покончено, потому что она наконец узнала, что он собой представляет. Тереза оделась и поехала забирать младших детей. Когда она уезжала, видела, как Рене переодевается и накладывает макияж. Девушка сказала матери, что перекусит с друзьями. Тереза ушла, не зная, что это будет последний раз, когда она видела свою дочь. Вместо того, чтобы встретиться с друзьями, Рене поехала к утесу над океаном в восточной части Сиднея. Остановив машину, на стекле в последний раз вывела пальцем признание в любви Брейдену. Пройдя по тропе к утесу, Рене взяла телефон и написала своей подруге Камиле, маме и Брейдену. Камера видеонаблюдения в том районе сняла ее последнее движение, когда она бросила телефон в воду, после чего спустилась вниз, исчезнув из виду. Больше ее никогда не видели. Получив сообщение о дочери, в котором Рене извинялась за боль, которую причинит, и писала, что любит ее, обеспокоенная Тереза попыталась дозвониться девушке, но безуспешно. Она связалась с Камилой, чтобы спросить, знает ли та, где ее подруга. Камила не знала, где Рене, но предложила заехать за Терезой, чтобы поискать ее. Они посетили несколько мест, где она обычно бывала, а также подъехали к дому сестры Брейдена, но не увидев машину, Рене уехали. Предполагая, что ситуация серьезная, они связались с полицией. Обычно полиция не начинает действовать немедленно, когда речь идет о пропавшей 20-летней девушке, но ее сообщения показались им достаточным основанием для спешки. Полиция проверила данные о телекоммуникационной компании, услугами которой пользовалась Рене. Ее телефон был выключен в 17.58 возле печально известного утеса над океаном. Вечером того же дня полиция нашла машину Рене примерно в 150 метрах от ступени и утеса. В машине лежала Валентинка от Брейдена и старый айфон Рене, который она уже два месяца использовала только как плеер. Там же нашли обувь Рене, но самой девушки нигде не было. Полицейским все стало ясно и они прекратили расследование. Но семья продолжила искать ответы на свои вопросы, и они обнаружили, что все дороги вели к Камиле и Брейдену. Марк и Тереза винили в произошедшем Брейдена, который порвался их дочерью в тот день. Они попытались связаться с ним, но он не отвечал. Поэтому они обратились за ответами к Камиле, потому что она единственная встречала его лично. Но девушку больше волновало благополучие самого Брейдена, чем произошедшее с Рене. Она заверяла, что ему сейчас больно и его стоит оставить в покое. Однако, когда Тереза упомянула, что дала полиции номер телефона парня, Камила переменилась в лице. Она начала просить Терезу забрать номер назад и говорить другие вещи, совершенно не имевшие смысла. Чтобы понять странное поведение Камилы, следует ненадолго погрузиться в прошлое Рене. Девочка подружилась с Камилой, когда ей было 14 или 15 лет. Тереза сразу заметила негативное влияние, которое оказывала на дочь ее новая подруга. У девочки ухудшилась успеваемость в школе, она стала прогуливать занятия и курить. Своей двоюродной сестре Стефани Рене признавалась, что Камила иногда даже проявляла грубость по отношению к ней, могла толкнуть или сводить ее за волосы. Но по-настоящему характер Камилы проявился, когда 18-летняя Рене познакомилась в салоне красоты, где стажировалась с парнем по имени Ангус. Молодому человеку пришлось набраться храбрости, чтобы заговорить с ней, но он сразу пришелся девушке по душе. Молодые люди встречались два года и были настолько уверены в своих чувствах, что стали думать о совместном будущем, мечтали стать родителями четверых детей. Ангус признается, что это были лучшие годы его жизни, ведь он не знал, что их отношения радуют далеко не всех. Громом среди ясного неба для него стала новость о том, что Рене его бросает. Она увидела сообщение, якобы написанное Ангусом, где говорилось, что он просто использует девушку и не собирается хранить ей верность. Сообщение показала Рене Камила. Та же Камила познакомила Рене с Брейденом, заверив ее, что совершенно не против их общения. С тех пор Рене и Брейден постоянно переписывались. Девушка была вне себя от счастья, познакомившись с парнем, который хотел от жизни всего того же, что и она, то есть семью и детей. Почему же в таком случае молодой человек так резко порвал с Рене, буквально столкнув ее с утеса? Ответ можно было найти в ее новом телефоне, не сброся на его с обрыва. Но когда через месяц родителям девушки отдали ее старый гаджет, они решили поискать объяснение его поступкам там. Как только Марку удалось разблокировать телефон, он увидел 11 тысяч сообщений, которыми Рене обменялась с Камилой и Брейденом, и заметил кое-что странное. Его насторожило то, что как только заканчивался ряд сообщений Камилы, начинал писать Брейден, и наоборот. Кроме того, их стиль письма и даже ошибки были совершенно одинаковыми. Потрясенные Марк и Тереза позвонили в тюрьму Голберна и выяснили, что никакого Брейдена с потерей там нет и никогда не было. Когда Марк поделился этой информацией с полицией, они пришли к аналогичному выводу. Полиция также выяснила, что сообщения Брейдена фиксировались той же вышкой, что и телефон Камилы, что не было даже близко к тюрьме, где Брейден должен был находиться. Очевидно, Камила была без ума от Рене и хотела от нее отношений, которые та не могла ей дать. Поэтому она создала свое альтер-эго Брейдена, с помощью которого полностью контролировала жизнь подруги. Летом 2013 года, когда Камила уехала на каникулы в США, а Брейден якобы ждал рассмотрения его дела судом, Рене была предоставлена самой себе и своим мыслям. Чем крепче становились ее отношения с молодым человеком, тем больше она понимала, что устала от агрессивной ревнивой подруги, и очевидно, это стало катализатором, приведшим к гибели девушки. Рене написала Камиле, что впредь не желает с ней общаться. Пока та была в США, она не видела сообщения Рене, но прочитав его по возвращении, как раз в тот день, когда якобы должен был стать известен результат рассмотрения дела Брейдена, Камила решила, что Брейден порвет с Рене. В тот же день Рене и мнимый Брейден обменялись еще 91 сообщением. Их содержание неизвестно, но Камила явно знала о возможном риске, о чем свидетельствует послание, отправленное матери Рене. В тот день Камила могла сказать Терезе правду и спасти подругу, но она продолжила играть в свои игры. Точно неизвестно, узнала ли Рене, что ее все это время обманывали. Следователи выяснили, что тем днем девушка звонила в тюрьму Голберна, и звонок длился 90 секунд. Оператор должен был ей сказать, что никого с таким именем в тюрьме нет. С другой стороны, надпись, которую она вывела на стекле своей машины, говорит об обратном. Несмотря на то, что стало известно полиции, они не могли арестовать Камилу. Создание профилей несуществующих людей в социальных сетях в Австралии не считается незаконным, если только действия человека не подпадают под какую-то уже существующую статью, например, финансовое мошенничество. Можно было попробовать доказать, что Камила подтолкнула Рене к финальному шагу, но для этого нужна была последняя переписка пары. Был выдан ордер на обыск, но он не привел к обнаружению телефона, использованного для общения Рене и Брейдена. В своем телефоне Камила тоже удалила всю переписку с подругой, заявив, что сделала это нечаянно. Тогда Тереза отправилась в офис компании Vodafone, где объяснила ситуацию. Ей ответили, что компания может хранить сообщения только неделю. Если не поступает запрос от полиции на сохранение переписки, все сообщения бесследно исчезают. Камила получила иммунитет, поэтому семья Рене надеялась, что это убедит женщину сказать всю правду. Камила действительно призналась, что стояла за созданием Брейдена, но заявила, что Рене знала об этом с самого начала. Девушки якобы создали его профиль, чтобы быть вместе, несмотря на неодобрение других. Впрочем, улики убедительно доказывали обратное. К счастью, коронер Элейн Траскотт раскусила ложь Камилы и поняла, что она отомстила Рене, разбив ей сердце при помощи несуществующего бойфренда. Тем не менее, коронер ничем не смогла помочь семье Марсденов. Преступление в глазах закона Камила не совершила. И женщина, которая ни разу не продемонстрировала раскаяние по отношению к семье, которую погрузила в пучину боли, продолжила спокойно жить своей жизнью всего в нескольких километрах от дома Марсденов. Она вышла замуж и стала матерью. Родители Рене часто встречают ее в местных супермаркетах, потому что закон в данной ситуации оказался бессилен. Семья Рене активно выступает за его изменения, чтобы гибель девушки не оказалась напрасной и чтобы защитить другие семьи от боли, причиненной онлайн-обманом. Интересно, что когда СМИ узнали об этой истории, они нашли парня, чей снимок Камила использовала для создания личности Брейдена. Молодой человек, кстати, на самом деле его зовут Кэмерон, не был знаком не только с Рене, но даже с Камилой. Он лишь предполагает, что та фотография была сделана в каком-то клубе, и это просто случайный снимок незнакомцев.